Оптимизм на фондовых площадках сегодня поддерживает в том числе сообщения о развитии торговых отношений между США и Китаем. Стороны договорились создать благоприятные условия и атмосферу для реализации первой фазы торговой сделки. В фокусе внимания инвесторов показатели по безработице в США, который, кстати, обновил рекорд с 1940 года. Главной темой для обсуждения на мировых рынках в последние дни было постепенное возобновление деловой активности и снятие карантинных ограничений в разных странах мира, в том числе и в американских штатах. Это положительно отразилось на динамике фондовых индексов, которые сегодня продолжили осторожные укрепления. Фьючерс на промышленный Dow Jones начал вечернюю сессию с роста на 0,93%, достигнув отметки 24 107 пунктов. Другие ключевые индикаторы также увеличивались. Надежды инвесторов на оживление экономик не позволили американскому доллару, демонстрирующему явные защитные свойства, укрепиться к корзине шести конкурентов. Сегодня индекс доллара USDX продолжил нисходящую динамику, но ближе к вечеру вышел в небольшой плюс, расположившись в районе отметки 99,80. Кроме того, давление на доллар оказал тот факт, что ФРС может прибегнуть к отрицательной ставке, хотя в прошлом регулятор выступал против такого поворота событий. Игроки не исключают подобные эксперименты в условиях пандемии коронавируса. Число рабочих мест в миссискохозяйственных отраслях экономики сократилось на рекордные 20,5 млн. Безработица в США в апреле подскочила до отметки 14,7% с мартовских 4,4%. Это самый высокий показатель и самый большой прирост за всю историю. Впрочем, рынки закладывались на более серьезное ухудшение показателей, так безработицу ожидали на уровне 16%, а снижение числа рабочих мест на 22 млн. Аналогичные данные сегодня оценивает и канадский доллар. Рынок труда Канады, безусловно, потерпел изменения не в лучшую сторону. Данные близки к катастрофе, но не вышли за пределы прогнозов. Уровень безработицы в апреле составил 13% против ожидаемых 18%. Луни в течение дня демонстрировал уверенную положительную динамику в паре с американским долларом и укрепился до недельного максимума. Пара USDCAD торговалась в районе отметки 1,3950. После выхода данных канадец сбавил обороты. Стоит отметить, что доллар Канады рос вслед за другими современными валютами. Рынок нефти в последнее время нащупал опору в виде сокращения добычи участниками сделки ОПЕК+. Тем не менее, ближайший контракт Brent так и не смог зафиксироваться выше 30 долларов за баррель. Медвежье настроение сохраняется и по WTI. Июньский контракт вечером оценивался чуть выше 24 долларов за баррель. Сейчас следует с осторожностью относиться к долгосрочным покупкам нефтяных фьючерсов. Пока на рынке преобладает сильный негативный импульс, удерживающий котировки от дальнейшего роста. И биткоин растет третий день подряд. И это впечатляет, учитывая непостоянство такого рода активов. К концу торговой недели первая криптовалюта вплотную подошла к отметке в 10 тысяч долларов. Предпосылки дальнейшего роста есть. Они становятся особенно заметными по мере приближения важного события – халбинга. Это будет двукратное уменьшение вознаграждения майнеров за вычисление нового блока. До этого рубежа остались буквально считанные дни. После халбинга ожидается небольшой откат, а затем череда среднесрочных и долгосрочных периодов роста в рамках общего ралли. Биткоин подошел к важному рубежу, но ближайшие перспективы его по-прежнему туманны. Судя по графикам, основная масса крипторынка пока не определилась с тем, что делать дальше с криптовалютой. На этом у нас сегодня все. Мы продолжаем следить за развитием ситуации на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. Желаем вам хороших выходных и профитных сделок. Ждем вас на нашем канале в понедельник. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok